Мой самый большой успех еще впереди. Все последние 20 лет, все, кто меня окружает, занимаются интернетом. Тренд интернета, он будет продолжаться в следующие 20 лет. У меня есть один проект, на который я полностью сосредоточен, это моя жизнь. Я как бы не говорю, что моя жизнь это одна компания, но у меня есть моя жизнь, это мой главный проект. Я говорил много раз, чтобы стать миллиардером, нужно делать одну вещь очень крупной. Стать очень-очень богатым человеком, войти в топ 500 человек мира и так далее. Если ты хочешь заработать десятки миллионов долларов, можно и по-другому сделать. Но я для себя задавал вопрос, что я бы выбрал, например, заработать 10 миллиардов долларов и делать только одну вещь до конца своих дней, либо быть более разнообразным человеком, в том числе и спорт, и семья, и другие вещи, и заработать, например, 50 миллионов долларов. Я лучше выберу 50, потому что 50 это все равно очень много. Я думаю, вообще как бы не финансовая мотивация у меня. Финансы – это инструмент для меня для достижения других целей. Свобода, я хочу максимировать свою способность делать то, что я хочу делать, добрые вещи и так далее. То, что я думаю сейчас, это результат моего пути. Я сделал 15 инвестиций, в которых я был почти во всех сильно вовлечен. Это была ошибка, потому что у нас не было внутри настоящих предпринимателей, потому что есть огромная сила фокуса. В этом есть какая-то, может быть, даже магия. Я, например, не вкладываю деньги в предпринимателей, которые не фулл-тайм, которые не полностью занимаются. Это очень важно. Когда ты под душем стоишь, и тебе приходят все идеи в одном направлении. Когда ты плаваешь в море, и ты все равно думаешь про это. Когда ты просыпаешься ночью, и тебе всю ночь снился сон, как решить какую-то проблему. Полное погружение, иметься в одну идею, это огромная сила. Если я, например, создаю сейчас компанию, я тогда должен быть готов делиться большой долей. Если я, например, сейчас создаю компанию, я могу, например, уже на старте отдать 60% другим людям, которые фулл-тайм. Соответственно, я уменьшаю свою долю, я уменьшаю свою долю, чтобы были люди, для которых эта компания жизневажна, как их жизнь. Соответственно, здесь, но эта модель, это компромисс, потому что самая лучшая модель, действительно, это делать вот одну вещь, доводить ее до капитализации 100 миллиард долларов. И так, чтобы это сделать, требуется полное вовлечение 100%. У меня есть чистая инвесторская деятельность, когда я просто вкладываю в чужих предпринимателей. Но я все равно продолжаю создавать какие-то свои комбинации. Я вижу два больших тренда последние 20 лет. Интернет, дигитализация экономики, и она проникает в все сферы. Тренд интернета, он будет продолжаться в следующие 20 лет. Все последние 20 лет, все, кто меня окружает, занимаются интернетом. Просто рано или поздно они находят свой успех. Единственный, кто становится неуспешным, это кто просто прекратил. Сделал одну попытку, остановился. Это не мое. Уверенность в себе упала. А те, кто продолжал, рано или поздно все нашли. Нужно создавать все-таки комбинацию на победу. Я называю это фундамент. Какой у человека фундамент? Покажи мне свой фундамент, я покажу тебе, что ты будешь строить. Если фундамент из дерева под маленькую буточку, сразу понятно, что там небоскреба не будет. Фундамент. Что такое фундамент? Это амбиции человека. Как он себя вообще видит в этом мире? Готов он или он человек с огромным количеством ограничивающих убеждений, что вот это я не мое, это менеджмент я не умею, международное это страшно и так далее, и так далее. Покажи мне твой фундамент, уверенность в себе, амбициозность, твоя способность привлекать людей, твой социальный капитал. Проблема, которую я вижу, большинство людей, которые приходят за инвестицием, имеют очень слабую комбинацию. И я думаю, что, конечно, надо работать над качеством. Это как в спорте. Вот в спорте. Чтобы создать чемпиона, что важно? Генетика важна? Важна. Это бизнес-модель. Бизнес-модель – это генетика. Потом, тренировки важны, дисциплина и так далее. Питание важно. Когда люди собирают комбинации, в которые заложены компромиссы, так не рождаются чемпионы. Ты не можешь создать чемпиона мира по гребле с человеком, который пьет кока-колу и не соблюдает питание. В 2014 году я достиг состояния, когда я мог всю жизнь до конца дней жить жизнь своей мечты и ничего не делать. То есть не это основной мотив. Да. У меня пассивный доход существенно превышал все расходы. И в этот момент я думал долго, что я хочу дальше делать, какой смысл жизни, в чем мое предназначение, какие у меня сильные стороны, какие слабые стороны. И в этот момент я понял, что я не могу быть таким эгоистом. Просто я считаю, что у меня есть талант создавать новые вещи. Это достаточно редкий талант, да, превращать невидимое, делать это видимым, создавать вот эту энергию. И я посчитал, что мой самый большой успех еще впереди. Я не считаю себя теперь, вот я состоялся, у меня все позади, самое лучшее. У меня самый большой успех в моей жизни еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин